Реабилитация и лечение в пастельно-бежевых тонах. Областной медицинский центр оказания помощи лицам пострадавшим от радиационного воздействия и профпатологии уверенно превращается в образцовое медучреждение. Несколько лет назад здесь царила атмосфера советского прошлого, а уже сегодня идет поэтапный ремонт. В этом году закончили ремонт дневного стационара, а также обновили автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения эвакуации. Это настоящая профилактория. Здесь не только само здание, люди и оборудование работают на оздоровление тех, кто сюда попадает на лечение, но и сама территория потихоньку становится более, скажем, такой революционной. Возможности для прогулок, для отдыха, для занятий физкультурой, спортом, отдыха различного. По словам главного врача Елены Фалиной, лечебное учреждение уверенно модернизируется и оказывает комфортную медицинскую помощь. Также облагораживается прилегающая территория. Мы отремонтировали дневной стационар. И сейчас он уже работает в новом формате, комплексно. Не только ремонт помещений, но и полностью материально-техническое оснащение, перевооружение. Сделали процедурные кабинеты, достигли соответствия санитарным нормам. То есть все для комфорта наших пациентов сделано в этом отделении. Лечебница не только обновляется в плане инфраструктуры, но и пополняется молодыми кадрами. Мария Никитина получила медицинское образование в Ульяновске, но работать уехала в столицу. Спустя некоторое время девушка поняла, что хочет вернуться на родину и не пожалела. Я как раз сюда приехала, когда ремонт заканчивался в дневном стационаре. Какое отделение раньше было, я не видела. Но по сравнению, конечно, с нашим четвертым этажем, могу сказать, что здесь совершенно другой уровень стал. Современная абсолютно больница, поэтому вот с нетерпением ждем теперь окончания ремонта на нашем этаже. По завершении осмотра и ремонта в лечебном центре прошло совещание по вопросам повышения качества оказания медицинских услуг. Губернатор отметил, что необходимо подумать об опыте ретингования для опощрения работников, оказывающих качественные медицинские услуги. Это позволит стимулировать местных врачей добросовестно выполнять свою работу и привлекать перспективных специалистов из других регионов. Я напоминаю, что мы запустили программу, у нас есть уже несколько обращений, так называемый земский главный врач. Есть кандидаты из других регионов Российской Федерации, которые готовы и мечтают переехать в орден Ленина Ульяновской области, готовы получить соответствующие финансовые средства на обустройство и готовы качественно работать на благо здравоохранения Российской Федерации. В настоящее время качество здравоохранения на территории Ульяновской области является стратегически важным направлением. Антон Никонов, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.